Будет здесь, соответственно, вытяжка, будут шкафы для пробирочек, лабораторных работ. Вот так выглядит лаборантская, которую только начали ремонтировать. А директор Евгений Курбин уже планирует, что и где разместят в обновленной школе. Под каждую парту вывели и электричество, чтобы были розеточки, и чтобы дети у нас занимались химическими опытами. Ремонт этой школе точно не помешает. Зданию больше 50 лет. Все это время в учреждении не было горячей воды. Реконструкция это исправит. Помогла краевая программа модернизации школьных систем образования. Мы находимся в теплоузле, где применяются современные оборудования, технологии. Будет тепло, вода горячая, что это? Болера новые стоят. Заказчик каждый день здесь находится. Сейчас совместно работаем с проектировщиками, с авторским надзором, со стройконтролем. В общем, все вместе. Это, по-видимому, был класс музыки. Осталось здесь пока старое пыльное пианино. Но к лету все классы, этот в том числе, обновят и оборудуют по-современному. Поэтому с этим музыкальным инструментом, возможно, придется попрощаться. Школа рассчитана на 500 человек. Сейчас дети учатся в других образовательных учреждениях города. А рабочие приступают ко второму этапу ремонта. Благоустраивают территорию, обновляют фасад, кровлю. Здесь в основном частный сектор. Здесь проживает порядка 4 тысяч людей. И на сегодняшний день, конечно, вот этот объект, который мы ремонтируем, естественно, все жители микрорайона ждут, детки ждут. Желают ученикам вернуться в родные стены как можно скорее. Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.